Пункт отбора на военную службу на 1-й Пионерской. Сюда сейчас приходят владимирцы, которые приняли очень важное решение вступить в ряды вооруженных сил и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Но прежде чем отдать долг Родине, кандидат проходит отбор. О его этапах подробно рассказали депутатам ЗАГС Собрания. Цель была простая. Лично убедиться, что все четко, все организовано, все отработано. Что человек, который изъявил желание пойти на службу, что у него минимальные будут бюрократические проволочки для этого. Ну и, собственно говоря, это то, что мы знали в теории. Сегодня мы в этом убедились на практике. В пункте отбора депутатам рассказали, в последнее время владимирцы стали проявлять больше интереса к службе по контракту. Объясняется это в том числе и увеличением выплат. Сейчас в общей сложности при подписании контракта человек получает 800 тысяч рублей. В пунктах отбора происходят консультации по финансовым вопросам, по оформлению всех необходимых для службы документов. Здесь же кандидаты проходят и медосмотр. В том числе с будущими военнослужащими работают психологи, чтобы определить предрасположенность к той или иной военной специальности. Во всех подразделениях нужно какое-то пополнение. То есть, в принципе, индивидуально каждому человеку подход можем найти, соответственно. И с определенными рекомендациями направляют все в полк резерва. Это как такая, скажем так, большая учебка. Там проходит процесс уже распределения, подготовки. Ну и дальше уже люди направляются для выполнения боевых задач. Продолжение следует...